Продолжение следует... Это Африка Фрикс Супер, коллега по расе. Два протаса у нас сошлись во втором поединке группы И. И это будет очень интересное противостояние, учитывая то, что в последнее время Супер показывает очень неплохую форму. Я не знаю, почему на Тим Ликвиде раскритиковали его ПВП. По-моему, ПВП у Супера замечательное. Статистика статистикой, но если говорить именно о том, как Супер в последнее время играет в этом матчапе, то он набрал довольно неплохой винрейт. Да, что касается истории очных противостояний, то она в пользу СОСа. Трижды друг с другом пересекались СОС и Супер, и все три раза победил СОСа. Вот нам показывают как раз, когда это происходило. Два из трех поединков состоялись в рамках квалификации к турниру StarCraft II Star League. Один был еще год назад в Art of the Swarm, один поединок был 12 мая, то есть совсем недавно. Третий раз СОС победил еще в 2014 году. Вот так вот раз в год встречались, раз в год СОС побеждал. Но, опять же, я не склонен прям считать эту статистику определяющей. Да, пожалуй, мини-фаворит этой дуэли СОС, но проблема СОСа в статусе фаворита заключается в том, что у него постоянно есть проблемы со стабильностью. То есть это очень нестабильный игрок. Это игрок, который может провалить любую игру. Это игрок, который может очень здорово сыграть против любого соперника. В конце концов, это человек, который может великолепно выступить на турнире с призовым фондом в 200 тысяч долларов, где 100 тысяч долларов полагается за первое место. И очень даже может наплевательски отнестись к турниру, где призовой фонд в 10 раз меньше. Ну, призовой фонд у Глобал Старкрафт 2 Лиги очень хороший, но при этом все-таки за первое место полагается намного меньше, чем 100 тысяч долларов, чуть меньше 40. Так что не знаю, насколько это мотивирует СОСа. Но я знаю, как его мотивировать конкретно на эту группу и вообще на этот сезон Глобал Старкрафт 2 Лиги. Если СОС проиграет в этой группе, если СОС не выйдет из группы, если СОС вообще не сможет показать, ну, как минимум, я не знаю, полуфинального, а лучше финального результата, то есть если не дойдет до финала в этом сезоне GSL, то мы его практически точно не увидим на Близзконе. Напомню еще раз, что от Кореи на Близзкон попадают два победителя, два финалиста GSL и SSL, а также... нет, стоп, подождите, подождите, тихо, 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 финалисты не должны попадать сюда. По два победителя GSL и SSL, вот так. А еще 4 человека, это те, кто занимает топовые места в системе рейтинга в World Championship Series. Поэтому SSL надо набирать очки, он там довольно глубоко сидит в этой системе рейтинга, Нужно либо побеждать, либо выходить в финал GSL И потом набирать очки еще в Cross Finals В общем, нужно что-то делать Для того, чтобы попасть на BlizzCon Если не выступить на менее значимом турнире То и 100 тысяч баксов не заработать Вот так должен рассуждать сейчас SOS Но супер рассуждает очень просто У соперника есть Nexus Пойду-ка я своей кучей сталкеров ему этот Nexus отменять Вполне резонные рассуждения Сейчас мы видим, что супер с варпризмой пришел Не с голыми руками Варпает адептов Так что тут будет очень серьезная атака и дальше И адепты попробуют телепортироваться на мейн Но свои 4 адепта может подвести к себе на мейн SOS У SOS вышел первый Immortal Который очень серьезно поможет в отбитии Кстати говоря, сразу 4 адептов соперника здесь занял Такой рутинной работой по отбитию собственного мейна Супер И поэтому у него вроде бы здесь довольно неплохо Может получиться подраться на натурале Но вот сейчас, кстати, почему SOS не отправил свои тени? SOS не отправил тени адептов? Нет, отправил Просто немного позже Тем не менее, там тоже непростая ситуация сейчас С адептами на мейне Там, по-моему, адепты Супера выиграли дуэль И SOS начинает терять рабов Да, SOS начинает терять рабов Но он сделал еще один Да, варпы это помогло решить проблему Nexus свой все-таки будет ставить Супер Но, тем не менее, он продолжит атаковать Куда-то пошел с двумя Immortal'ами вперед SOS, видимо, пытался Прогнать Супера уже на его половину карты А Супер в это время вот так вот высаживается Варпризмой с четырьмя сталкерами И четыре сталкера могут ваншотить пробок Именно с этой целью Ой-ой-ой-ой, тут варпризма Именно с этой целью Сразу четыре сталкера посадил варпризму Супер И варпризма еле-еле, но все-таки выжила Именно это, по-моему, сохраняет Какие-то чисто теоретические шансы Для продолжения игры Протасу Африка Фикс В общем, Супер попытался жестко пушануть с одной базы Но SOS очень толково отбился У SOS был очень интересный опенинг Через четырех адептов И именно эти адепты позволили ему довольно интересно отбиться От атаки соперника Когда начал разводить оппонента по двум направлениям Супер, SOS удачно телепортировался И своими адептами домой Ой-ой-ой, еще раз тут Призма попадается на сталкера И вот я боюсь, что на этот раз призма может И никуда не уйти Второй твайлайт у SOS По-моему, чемпион мира то ли немножко нервничает То ли, может быть, просто Не лучшая концентрация сейчас Сложно сказать, в чем конкретно проблема Да, призму действительно SOS поймал И... все Призма никуда не ушла Призма вместе с четырьмя сталкерами Это 10 лимита Это огромные потери для Супера Но SOS теперь Может со своими двумя твайлайтами делать Что ему заблагорассудится Например, блинг и апгрейд на скорость атаки адептам одновременно Я бы чисто из вредности именно так и сделал Сейчас заказать в одном твайлайте блинг В другом апгрейд на скорость атаки адептам И вот так вот прям взять и оба твайлайта бустануть А? А? SOS, покажи класс Сос для начала показал третий Нексус Он заказал блинг Увидел два твайлайта Грустно вздохнул и заказал третий Нексус Окей Во, смотрите, пошел апгрейд на скорость атаки адептам на этот раз И снова в нижнем твайлайте Ну же, SOS, давай Давай, покажи класс Покажи, кто тут чемпион мира Покажи, что даже два твайлайта это не проблема Ну неужели тебе не нужен блинг, SOS? Такая страта классная была бы Но нет SOS считает, что ему не нужен блинг Это довольно странно У него 11 сталкеров И без блинга они больше похожи на Дорогостоящую протасовскую мебель Но зато будет апгрейд на скорость атаки адептам И я думаю, ни у кого не вызывает сомнений Что армия SOS сейчас намного сильнее SOS абсолютно точно в состоянии Разобрать соперника в этом сражении в хлам Может быть, не догнать его Поскольку, опять же, нет блинга Ну и в это время Супер пытается Тут немножко нахарасить Оппонента на мейне и на натурале Но тут очень сильно пробиты адепты И в итоге Один из них там телепортировался на натурал Но и это его не спасло Минус 3 раба всего лишь Тем не менее, 42 на 42 в данный момент Единственное, что говорит в пользу SOS У него есть третий Nexus Поэтому он в любой момент может получить Куда большее количество рабочих, чем соперник Ну и кроме того, конечно, в пользу SOS Говорит его преимущество по составу армии Супер, тем не менее, не оставляет попыток Оппонента напрячь Ой-ой-ой-ой Оппонента напрячь экономически Вот смотрите, был бы блинг Эта армия бы уже никуда не ушла Но даже так, без блинга Красиво очень зажимает двух имморталов Сос блестящий По-чемпионски он этих имморталов зажал И супер тут же написал GG 1-0 1-0 в пользу SOS Действительно было бы очень весело Если бы он сумел В данной ситуации и блинг заказать И использовать два Твайлайта Что самое смешное Это было бы в тему То есть, если бы у него был готов блинг К моменту, когда он начал Преследование армии соперника То он бы там супер вообще без проблем разобрал Но, опять же, как вы видите И без блинга все прошло замечательно Форсфилды вообще красивейшие, конечно Так взять прямо С лету отжать имморталов Молодец, SOS Вот красиво играть он умеет И Он это регулярно демонстрирует Kings & Jonk Station SOS против Супера Во втором сете На Kings & Jonk мы довольно часто Видим PvP и на GSL И на пролиге Так что нас не должно удивлять Появление этой карты Тем более, что Выбор довольно невелик Если вычеркивать все новые карты Остаются у нас Frost, Dusk Tower С Kings & Jonk и Frozen Temple Четыре карты на BO3 Только одна из них, как правило, оказывается лишней Действующий чемпион мира Generic and Wings SOS Появился слева сверху Справа внизу Africa Freak Super Единственная оговорка По поводу действующего чемпиона мира Заключается в том, что чемпионом ТСС становился в другой игре В StarCraft 2 Heart of the Swarm Legacy of the Void Вышел Фактически сразу после BlizzCon И вот в Legacy of the Void Пока я бы не сказал, что Получается все У Proces Gen Air Так же здорово, как в Hotze Периодически он демонстрирует Такие, знаете Проблески гениальности Но Действительно, разве что Периодически Как я уже говорил Именно со стабильностью Большие проблемы Возникают у SOS Я бы даже Сформулировал это так У SOS стабильно Проблемы со стабильностью И со стабильностью Результатов И со стабильностью Качества игры И не очень понятно Вообще откуда ноги растут И что с этим делать Вы можете сказать, что У SOS и раньше-то Подобные проблемы возникали И он Никогда не был Прямо образцом стабильности И вообще Свой первый титул Чемпиона мира SOS Да был абсолютно Неожиданно Мало кто Мог поставить на него Тогда на Близконе В 2013 году Вы безусловно Будете правы Но Факт в том Что вот как минимум Раньше Если мы говорим Heart of the Swarm SOS всегда собирался На ключевые турниры Вот когда ему нельзя Было проигрывать Или когда На кону был Особо крупный куш SOS сразу Трансформировался В такого Несокрушимого Протосека Который Мог переиграть Абсолютно Любого Вот в Legacy of the Void Мы пока таких Трансформаций Не наблюдаем И SOS С завидной А точнее С незавидной Регулярностью Умудряется Заливать И топовые И там Какие-то Средненькие Онлайн турниры А вот теперь Посмотрите Что готовит SOS на Kings and John Station Ни разу Не наглая Прокси Мы недавно На пролиге Видели В таком месте В матчапе ПВЗ поставленный Прокси Dark Shrine Это было Совсем нечто Невразумительное Мне кажется После такого Каждый раз Когда вы играете Против Протоса На карте Kings and John Надо обязательно Проверять это место Просто Для того Чтобы не попасть В просаг Так же глупо Как Попал я уж Не помню кто Да К сожалению Мне вылетело Из головы Кого Кто и кого Так проксил На пролиге Уж больно много Игр за последние Несколько дней Мне пришлось Посмотреть Но В любом случае Именно вот В такой точке На карте В левом верхнем углу Это произошло Супер Очень сильно Ошибся Телепортировался Адептами Прямо В Сталкеров Отдал Двух адептов Мне подсказывают Что Это классик Ставил Такие прокси Спасибо Господа Спасибо За вашу Замечательную Память Да Да Скорее всего Это действительно Был классик Но Кого он так проксил Не помнит Да Окей Окей Бьяло Хорошо Спасибо В общем А может быть В общем Нельзя повторять Ошибок Бьяло Или кого бы то ни было Надо Проверять Эту точку на карте Супер Не проверяет И вот Пожалуйста Мы слышим Звук Пилона Верчаджа На натурале Но Зачем вообще Адепт возвращается На мейну Супера Вот в такой ситуации Правильное Распределение Войска Это Либо Три сталкера На мейне Все остальное На натурале Либо Только Маза Шипкор На мейне А все Войско На натурале Почему Потому что Двух сталкеров Недостаточно Вот сейчас Двух сталкеров Оставил супер Здесь Это ошибка Это ошибка И очень серьезная Двух сталкеров Недостаточно Для того Чтобы нормально Сдерживать Оракула И Нужен либо Пилон Эверчардж Либо минимум Три сталкера Ну вот с учетом Еще и двух адептов Ну не знаю Ну мне кажется Надо подводить Сюда Мазаккор Ну просто Я понимаю Конечно Что у четырех сталкеров Хороший урон Но вот этого Сейчас недостаточно Если бы тут Изначально Было три Был бы другой разговор Супер Правда В это время Сумел Вот так вот Неплохо Отжать войско СОС Но СОС Старым Оракулом Прилетает Ой как же Он хорош Как же Он хорош Кстати Вы обратили Внимание У нас Клинфит Как-то Не полностью У нас захват Странный Мне надо Об этом Написать У нас Клинфит Не идеально Захватывает Количество Энергии И это не у меня Что-то криво Это мы вот Такой вот Поток Получаем Стоп Или у меня Что-то криво Давайте посмотрим Да нет Нет Так Давайте-ка Напишем Что есть Такая проблема Правда Сейчас проблема СОС Есть Я не знаю Она может быть Не до Клинфида Просто Пришел Супер Вот так вот Взял И нагло Выбил Оба пилона А чем СОС Будет Отбиваться У него Опять же У него Есть возможность Для контратаки И это здорово Но ему Надо хоть Как-то Этого Иммортала Убить Ну просто Щелкни Уже Адептами По Имморталу СОС Вот Возвращаются Свои Сталкеры Вот вы знаете СОС тут в целом Должен Отбиваться Вопрос только в том Какой урон Он сейчас получил И какой урон Дома получает Супер Подождите СОС Да нет Да почему СС пишет GG Ну я не совсем Понимаю Происходящее Я буквально В этот момент Смотрел на табличку Справа Сверху И я видел Что там рабов Все еще больше СОС На Одного На двух Вам не кажется Что СС Просто категорически Неправильно Оценил ситуацию Вот Прям категорически Неправильно Что совершенно Еще Не стоило Ему выходить Говорят 36 на 52 Было на момент GG Ну в плане Лимита В целом Окей Но Здесь Конкретно В этой точке Я не видел Подкрепления От Супера И Здесь Абсолютно Спокойно СС Отбивался Парабам Все ровно Да по арми Саплайу Плохо Но ведь Супер Уйти через всю Карту Чтобы этот Арми Саплай Реализовывать Я не знаю Может быть Мы потом Посмотрим И разберемся В этой ситуации Но Есть ощущение Что все-таки Тут были шансы У СОС Так Как мне Объяснить Проблему На английском Языке Все Надеюсь я правильно Сформулировал Сформулировал Нашу Проблему И мы Таки Отправляемся На карту Рокшира Вот за это Стоит сказать Спасибо СОС Мы увидим Карту Рокшира Именно здесь Состоится Третье Третье ПВП Предлагает Объяснить Проблему Так Клинфит Картинка Вылезает За пределы Трансляции Кстати Можно и так Дело в том Что Контакт С Африка ТВ С которым Я общаюсь Он хоть и Американец Но Очень Интересный Человек Он Некоторое время Изучал Русский Где-то В Новосибирске Насколько Я помню Вот То есть Он учился В американском Университете Ну и По какой-то Программе Отправился Учить Именно русский Язык Куда-то Далеко-далеко На северо-восток России Вот я не помню Куда-то Либо на Дивосток То ли Новосибирск Точно вам не скажу Вот Поэтому он Русский В целом Понимает Но Не на таком Прям хорошем Уровне Поэтому мы Предпочитаем Общаться на английском Мой уровень Английского Выше Чем его уровень Русского Скажем так Поэтому Нам удобнее Все-таки Общаться на Английском Тем более Что с английского Проще перевести Проблему на Корейский Язык И Таким образом Проще Донести Проблему До тех Людей Которые И должны Ее решить Вот в чем Дело В общем Да Еще раз По поводу Выхода Из игры СОС Я Естественно Прекрасно Понимаю Точку зрения Что у Супера Была очень Опасная Контратака У него Было больше Армии Больше Лимита Это все Правда Супер Очень Хорошо Отыграл С точки зрения Контратаки Он плохо Оборонялся Дома Я еще раз Хочу подчеркнуть Что на мой взгляд Он не совсем Правильно Распределил Войска Между Думейном И натуралом Но Как показала Практика Его распределение Войск Имело Определенную Логику С той точки зрения Что да Может быть Он потерял Многовато Экономики Но зато У него был Хороший потенциал Для контратаки Который И был В целом Реализован Другое Дело Что СОС все таки Дома отбился Рабов у него Было Как минимум Столько же И он Мог Спокойно Продолжать Игру Именно с точки Зрения Экономики Но чуть лучше Нам Предстоит Оценить Ситуацию Я думаю В перерыве Я постараюсь Посмотреть Локальные воды Если получится И Еще раз Во всех подробностях Оценить эту ситуацию Станет ли это Ошибкой для СОС Фатальной Посмотрим Пока Счет 1-1 И СОС Играет Третий Решающий сет В этом поединке Снова Билд мы видим Через 4 адептов Два адепта Идут по верхней части Карты Два по нижней Вот такой вот Интересный прием То есть Одними адептами СС как бы Держит соперника В напряжении А другими Пытается в это время Вот так вот Потихонечку Полигонечку Прорваться на мейн И супер С опозданием Но все-таки Реагирует Здесь пилоны Кругом Очень грамотно Расположены Поэтому Адепты Ничего не сделают Они могут только Телепортироваться Отсюда Куда-то Восвоясь 4 адепта У СС И вполне возможно Что для них Делается Варпризма Дропать адептов Нынче в ПВП Очень даже Принято Не только В ПВП Конечно Но По-моему К ПВП Это Мода пришла Последней Раньше Была мода Просто вот так Прилетать И телепортироваться В лоб И телепортировался СОС Просто В лоб Ну Очень хороший Форсфилд Я бы сказал Кстати От супера И того Супер Вот в центре Теряет Это обидно Я бы сказал Что 5 рабов На 4 На 3 Даже адептов Это хороший Размен Для Супера Который Именно Рабов Терял Все таки Три адепта Довольно Дорогие Ребята А вот Сентри Я думаю Сразу же Превращает Этот Размен В очень Хороший Для Протаса Из Джанейр Гринвинг Так что СС может быть Доволен Произошедшим И Дальше Полетела Варпризма Адептов Таки придется Доварпать Отмечаем Что И тот И другой Протас Делают апгрейд На скорость Атаки Адептов Этот апгрейд В последнее время Стал уж Больно Модным В пвп И честно Говоря Я даже Как-то Немного Пропустил А за счет Чего Он стал Таким Модным Все таки Не совсем Понятно Что изменилось В мете Пвп Что адепты Снова Вошли В моду Может быть Окончательно Перестали использовать Дисраптором Поскольку Адепты Все время Стоят в такой Плотной Кучке И в отличие От сталкеров Не могут Мгновенно Телепортироваться Может быть В этом Дело Может быть В чем-то Еще Может быть Дело в том Что Как раз В мете Пвп Начали Уж больно Активно Использовать Чарт Зилотов Адепты С их Бонусом По лайт Юнитам Как раз Чарт Зилотов Конка В общем Не совсем Понятно Что конкретно Привело К таким Раскладам Но Адептов Конечно Сейчас Используют Очень здорово В современном Пвп И Для нанесения Урона По экономике И для Сражений В лоб СС сейчас Хорошо Нахарасил У него Плюс 8 Рабов Все За счет Адептов Все Очень Удачного Использования Варпризмы И Мы видели Что у Супера При этом Был Куда Более Быстрый Третий Нексус Он Уже Давным Давно Готов Ух ты Смотрите Что Здесь Произошло Здесь Изменили Изменили Вот эти Камни Между Второй Третьей Базой На Карте Ракшир Так 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 Раньше Тут Была Одна Такая Большая Скала Небольшие Камни С 2к Хитпоинтов Насколько Я могу Судить Сейчас Там Вместо Больших Камней С 2к Хитпоинтов Несколько Маленьких Очень Интересно Да 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 Вот Смотрите Тут Три Маленьких Таких Камешка Не знаю Сколько У них Хитпоинтов Вот Такое Вот Интересное Изменение На Карте Ракшир Очевидно Для того Чтобы Легче Было Брать Третью Вот Так Вот Забавно Надо Подумать Для Какой Расы Это Сделали Для Зерга В котором Больно Неудобно Было Защищать Третью Не Пробивая Кам Зерги Иногда Брали Третью Просто Немного Не Здесь Сложно Сказать Для Кого Конкретно Это Изменение Но Довольно Забавно Его Еще Нужно Будет Проанализировать Немножечко Позже Пока Мы Видим Что Тут Довольно Таки Мощная Атака От Супера На Третью Локацию Соса И тот И другой Напоминаю С Апгрейдом На Скорость Атаки Адептом Подмигривается Своей Варпризмой Супер Кругом Форсфилды Супер Урон Доварпывает Новых Адептов У СС Намного Больше Иммортал Вот его Преимущество По составу Армии И Это преимущество Сработало Уже сейчас Очень здорово Но вот Я так вижу По экономике Супер Сумел Тут Неплохой урон Нанести сопернику С другой стороны В это время У самого Супера Большие проблемы С войском Которое не может Отступить от адептов Адепты Смотрите Как красиво Поваркрафтерски Пригрозили Путь для отступления Имморталу отжимает его Сам супер Контратакует С вар призма Итого Очень большие потери Несет СОС по экономике А супер По армии Ситуация Прямо противоположная Тому что мы видели На Кингс и Джонг Стейшн Ну вот пробок Выводить противоадептов Это спорная история Конечно Я думаю что Не стоит Этого делать 50 рабов На 39 Нужно наносить Ущерб Суперу В смысле СОС Суперу Должен наносить Ущерб По экономике Для того чтобы Дальше играть На равных И фокус Пилона Не будет Пилона Верчарджа И не будет Доварпа На поле боя Тем не менее Там смотрите Что сталкеры Вытворяют Уже на натурале Ох что супер Вытворил На натурале У СОС Там еще Минус куча Рабов Здесь смотрите Узкий проход Как раз Приходится Пробивать его СОС Чтобы Спокойно Зайти на натурал К сопернику И адепты Телепортировались На мэй Нам не показывают Там очень важный момент Куча адептов СОС На мэй У супера Супер делает Довар Прямо На этих адептов Адепты Сейчас еще И на натурал Могут телепортироваться Они просто уходят И тут же Заходит основное Войско СОС Какая атака Прямо Интересно У протуса Джанейр Грин Уинкс По лимиту СОС Больше Но по прежнему Вот эта призма С четырьмя сталкерами Просто тащит Игру для супера Если бы не эта призма Супер бы уже давно Проиграл А так у него По прежнему остаются шансы Надо только здесь Как-то отбиться Снова выводятся рабочие Там четыре иммортала Вот это главное преимущество СОС Но у СОС Нет довар По наполе боя Нет здесь никакой Вар призмы Проходит вперед Супер Забирает одного иммортала Тут еще целая куча имморталов Подходит до текания Из адептов Но пока вроде бы Супера все равно больше Супер раз за разом Делает подшаги вперед Еще минус один иммортал Супер готовится Телепортироваться Войска СОС Эти имморталы Уже никуда не уйдут Эти имморталы Уже трупы Я думаю Это абсолютно всем понятно Вопрос только в том Сколько рабов Остается у Супера У Супера остается 15 рабов Этого очень мало У него огромное преимущество По армии сопла И он продолжает Харасить этой невероятной Вар призмой Вы посмотрите Что тут вытворяет Супер Вар призма С четырьмя сталкерами MVP этой игры Именно Вар призма Сейчас может Принести Суперу победу Тем более что На нее можно делать Также довар в атаку Супер Чуть-чуть не успевает Домикрить В атаке Ох-х-х-х Адепты СОС Убивают Все что только могут Дома у Красного Протаса И приходит вперед Супер Откуда будет нападать Со стороны третьего Нексуса Да нет же Это лишнее Зачем третий Нексус Трогать вообще Он ничего сейчас Не решает Абсолютно Сейчас все решает Продакшн Надо сразу Идти в продакшн Ой Супер Как ошибся Накуй черт ему Это третий Нексус Вообще Там успел Вылететь Мазершип Кор Будет сейчас Пилон Эверчардж Ой не знаю Не знаю У СС Иммортал Возвращается Домой Иммортал Который Очень сильно Загулял По ходу Этой игры Еще распускает Тени Вперед Супер Будет ли он Предпринимать Свою Последнюю Атаку Или нет 57 на 51 Армии Саплай Последний шанс Последний шанс Нужно идти Вперед Да Прямо сейчас Нужно идти Вперед Раскрывается Варпризма Адепты Телепортируются Прямо в самую Гущу событий И начинается Сражение Супер плохо дерется Шикарно его отсек Форсфилдами СОС СОС справился Со всеми адептами Супера Супер пошел Делать товар У него тут Три Иммортала Теперь у него Преимущество по Имморталам А у Адепта По У СОСа По Адептам Конечно Имморталы спасаются Но нет 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 Не пробивает Супер GG 2.1 Ну очень сильно Опоздал Супер Очень сильно Опоздал Ему нужно было Идти намного Раньше Вперед Ему нельзя было Стоять Там непонятно Чем заниматься У третьего Нексуса Нужно было Идти Добивать СОСу Пока разница В армии Соплай Была огромная Ведь понятно было Что СС впереди По экономике И тем не менее Я отмечаю Как здорово Супер использовал В этой игре Варпризму Он почти Сумел победить Этого почти Не хватило Но как знать Может быть У Супера Будет еще Один Шанс Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok